Работать в мужском коллективе – это настоящее искусство. Не, ну хоть красота и требует жертв, но так дело не пойдет. Я скоро, кроме как в тапочках, вообще ни в чем ходить не смогу. Удобная и в то же время красивая обувь – понятия вполне совместимые. И не обязательно, чтобы обувь эта была на низком каблуке или вообще без него. Тут вся фишка в колодке. Колодку, между прочим, итальянцы придумали. Этот умный народ сделал все, чтобы твоим ножкам в обуви было удобно. Колодка полностью повторяет форму ступни, так что усталость и проблемы со здоровьем тебя не побеспокоят. Но как ни крути, нога может быть узкой или наоборот полной, поэтому всегда примеряй обувь. Ну теперь мне ни один каблук не страшен. Ну раз так, тогда в высоте шпильки я себя ограничивать не буду. Мне ж как-никак нужно марку держать в своем коллективе. Для наших не очень теплых майских деньков подойдут вот такие полузакрытые модели. Главное, чтобы колодка была удобная и чтобы на ноге туфли плотно сидели. Цвет выбирай хоть под сумку, хоть под настроение. Благо, нынешняя мода это позволяет. Не знаю как вы, но я считаю, что красные туфли должны быть у каждой женщины. Хочешь выделиться из толпы, бери красные туфли. Сегодня это женственно и модно, а вообще высокий каблук символ женских побед. Не зря же есть поговорка быть под каблуком у женщины. Так что выбираю поудобнее и покрасивее, чтобы мои мальчики не забывали про единственную девушку в коллективе. И ничего, что я не начальник. Но все же для прогулок по городу можно и без каблука обувь подобрать. Походу мне предстоит тяжелый выбор. Лето это движение, поэтому даже в удобной обуви на каблуках большой километраж не намотаешь. Так что 2-3 пары шлепок и сандалий стоит прикупить. Тем более в последнее время дизайнеры радуют нас разнообразием такой обуви. Можешь и строгие для работы выбрать, и более легкие для прогулок. Благовещенка, носи удобную обувь. А какой она будет на плоской подошве или на шпильке выбирать тебе? Марина, дежурная по рубрике.